В Стерльтамаке на днях случилась настоящая революция, правда не политическая и в масштабах всего лишь одного небольшого заведения. В одном из популярных заведений нашего города, который в последнее время стал настоящей меккой для рокеров и поклонников альтернативной музыки, теперь курение в этом месте под большим запретом. Только поэтому сюда ходил, единственное место в городе, где можно было курить. В последний раз здесь пиво пил, честно говоря. Больше не буду сюда приходить. Небольшое нововведение вызвало бурные дебаты. В самом баре даже установили такие его турны для того, чтобы любой посетитель мог проголосовать за или против курения табака в данном месте. А в интернет-пространстве пользователи могли выразить свои предпочтения еще и в письменном виде. Мы решили сделать самым демократическим образом все это. Решили провести голосование ВКонтакте. В комментариях на нашей странице ВКонтакте отписывали. Очень много курильщиков подписывало, что они поддерживают эту идею, что никто не поленится выйти попурить на улицу. Несмотря на то, что сам курил, я считаю, что мы сделали правильное решение. Люди устали просто сидеть в табачном дыму, устали от запаха сигарет. Но самое удивительное, что молодые поклонники альтернативной музыки Стерлислабая, это сокращенное название трех наших городов, Стерлислабая и Шимбая, проголосовали против самих же себя, то есть против курильщиков. Закаляться будем? Да, будем закаляться тоже, да. Плюс, кстати, вышел такой, о, по футболочке, покурился, закалился, отравился, забежал обратно. На самом деле, ну ладно, что, жизнь меняется, как всякое бывает. Ну, стало возможно дышать теперь здесь, не только ходить как бы в тумане, как ежик в тумане, а теперь можно приходить, общаться с людьми, приходить сюда людям, которые не курят, которые до этого не могли сюда именно по этой причине заходить. Не считаю, что это дискриминация, все заведения должны быть без курения, то есть люди, которые курят, это не привилегия, это скорее недостаток. А не боится ли руководство популярного Стерлислабая заведения остаться без публики из-за нового правила? Ну, некоторые опасения есть, конечно, но любое новшество, оно как бы подразумевает некоторые потери, но в дальнейшем, я думаю, мы приобретем больше, чем потеряем. Ну, здесь наверняка есть пара человек, которые, независимо от того, курят они или нет, запреты на курение обрадовались. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Наташа. А кем ты работаешь? Я здесь работаю официантом. А сама ты куришь, нет? Я не курю, вообще. Вообще, Наташа, как работать человеку-некурящему в заведении, которое до недавнего времени было прокурено насквозь? Ну, сказать честно, это очень плохо. Вещи все прокурены, приходишь домой, все пахнет, нужно стирать обязательно вещи. Вот. И по состоянию здоровья это очень плохо, это все отражается. Запрет на курение в барах и кафе, которые за рубежом вели уже несколько лет назад, до сих пор вызывает бурную негативную реакцию. Может быть, зарубежным курильщикам стоит приехать в нашу российскую глубинку и посмотреть, как рокеры могут отказаться от сигареты, не отказываясь от хорошей музыки.